Вы только что сказали, что она не просрочена, только что вы сказали, ну пробивайте мне, потом вызывайте кого хотите, ну да, 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 еще с собой принесли, скажите. Вы хотите со мной поругаться, я не пойму, и свою камеру вот это отключите, вы думаете меня этой камерой испугаете? Девушка, вы куда убежали, а вы куда с моим товаром убежали, почему мне ручку сейчас прищемите? Проведена беседа, а то есть она будет на трибуку людей присылать, а с ней будет проводиться беседа, нормально. Загрестрирую жалобу вот на нее. Отменяюсь, пожалуйста. Вы извиняйтесь за нее, приносите извинения? Я извиняюсь, отменяюсь, позвоните отменяюсь, скажите. Как я могу позвонить и отменить? Скажи, вы еще не продали. Смотрите, они, кстати, просрочены. 16-е. До сегодняшнего числа, это не просрочка. Как не просрочка? До сегодняшнего включительно точно оставила. Ладно, давайте потом разберетесь, у меня пробейте. Это не просрочка. Завтра будет просрочка 17-е. Да, это не просрочка. Девушка, быстрее, я тороплюсь. До 16-го, сегодня уже 16-го. До 16-го включительно. Ну, все, 16-й. Это просроченный товар. Это не просроченный товар. Сейчас вам администраторы вызовут, вам сказали. Хорошо, вызывайте. Просроченный, не просроченный. 15-го, он еще был не просроченный. 16-го, он просроченный. Ну, вы пробейте мне, а потом будете ждать администратора. У вас тоже просроченный. Ну, пробивайте мне вот это. Я пробивать его не буду. Будете. Потому что он не пробивается. Ну, значит, остальное пробиваете. Не пробивается. Вы только что сказали, что она не просрочена. Только что вы сказали, что она не просрочена. А все остальное не будете пробивать? Не, я. Ну, конечно. Вы только что сказали, что 16-й сегодня. Значит, 16-го не просрочен, правильно? Только что вы сказали. Да. Ну, сказали, пробивайте. Она вообще тоже... Больше вы ничего не брали, да? Нет. Пробивайте дальше. Я сейчас подождем, узнаю об администрации. Ну, вы пробивать будете мне, нет? Вы все равно мне пробьете. Не пробью. Пробьете. Не пробью. Значит, участковую будем вызывать. Будем оформлять тогда. За непробитие. Почему это непробитие, если оно просрочено? Потому что это публичная оферта. Вы мне обязаны его продать. Пробейте нам сначала. Будете потом разбираться. Контрессор работает, пожалуйста. Сейчас еще одного кассира войдем. Начнем с вашего товара. Лен, сейчас нас осталось просто просрочить? До 16-го, конечно. До 16-го. Конечно, просрочить. До 16-го. Уже 16-го. Это че? Это сейчас, чтобы у вас рядом у человека не стал. Это не точно, чтобы у вас осталось. Уважаю. А чек человеку отдайте. Пожалуйста. Его чек отдайте человеку. Его чек только копию могу дать, если нужно. Копию себе сделайте. Нам нужен ординал. Вы ему отдайте чек его, а себе сделайте копию. Я вам еще раз объясняю. Нам нужен ординал. Ну, я вас поздравляю, что вам нужен оригинал. Это его чек. Вы ему его выдали. Это его чек, его документ. Себе что хотите сделать? Мне нужно предоставить, почему я сделала возврат. Сделайте копию. Копию я вам дам. Нет, копию вы дадите себе. Вы хотите со мной поругаться, я не пойму. В смысле поругаться? Ну, а зачем вы любите меня? Я вам пришла. Ну, я даю вам вот. Ну, его чек отдайте себе. Копию сделаю. В чем проблема? Проблема в том, что мне нужен оригинал. Какая разница? Ну, да, какая разница? СБшникам. Вам как? Везде предоставляют оригинал. Вам оригинал. Предоставьте им оригинал просроченных продуктов. Вот такой чек я не могу предоставить. Причем вот такой-то? Вот такой распечатаете, такой же копию? Копия, вот она вышла. Копия. Копия чек. Почему везде могут, а у вас нет? Вот она выходит. У вас особенная пятерочка? Наверное. Ну, понятно. Так, деньги я вам вернула. Теперь человеку выдайте свежий товар, аналогичный. Аналогичный товар? Да. Вы кем будете? Представитель. Очень приятно. Я могу один товар вам выдать. Давайте. И свою камеру вот эту отключите. Вы думаете, меня этой камерой пугаете? Я вас пугаю? Да. Да, простите, господи. Теперь вот это мне пробейте, пожалуйста. А куда вы понесли, девушка? Два товара. Если это не пробега, я вам не скажу. А, все? Нет. Как, как? Нет, два здесь будем напитывать. Нет, один, один они возвращают, все правильно. Нет, два. Один из двух они возвращают. А вот это вот они должны пробить. Девушка, а куда мой товар-то унесли? Я его еще не пробил. А мой товар вы куда унесли? До 20-го числа, пожалуйста, в один человек два товара было пробито. Нет, мой вот этот товар. Этот человеку отдадите. А вот мои товары, которые я хочу пробить. Ну и что? Ну пробейте мне его. Нет. Почему? Вы его не пробили, потому что. Ну я где его взял, девушка? Нет, что вы пугаете. Вот товар в один чипа не так. Нет, ну я смотрю вот так. А что, тоже просроченную суть? Мы уже пуганы и перепуганы. И полно 30 уже. Ну вот у нас все. Где мой товар? Нет, ну да. Смотрю, вы прям так. Вы переживали неуверенно. А куда девушка с моим товаром-то убежала? С ним еще не закончили. Это замки, пожалуйста. Как у вас сложно все. Девушка! Не вам. Девушка! Что? Вы куда убежали? Сюда не заходите. А вы куда с моим товаром-то убежали? Почему вы мне руку сейчас прищемите? Нормальный у вас. Есть кто старше тут вообще? Наверное. Ну, позовите. Ты кто? А? А ты кто? Покупатель. Ну и? Что это ваш замдиректор? Мне сейчас чуть руку не прищемило. Убежала от меня. Дверь, говорит, закройте. Это что такое вообще? Зовите старшего кого-нибудь. Ну, она старше. Она старшая. Давайте кого-нибудь еще старше. Старше. Ну, просто сейчас я 5 минут подожду. Позвоню в вашу горячую линию. Будет вызвана полиция сюда. Вот и все. А фамилия какая на старше там? Какая фамилия? Я знаю, что Елена. Как это? Сотрудник, вы знаете фамилию? Сотрудник. Да ладно. Должны знать фамилию и отчество. Должны знать лицо. Я не выговорю. А, не будете говорить, да? Не выговорю. А, не выговорите. А, не это. Вот она что? Это не она. Здравствуйте. Вот нахожусь сейчас в вашем магазине пятерочка по адресу Комсомольский проспект, дом 5 в городе Люберцев. Давай что? Вот. Тут замдиректора магазина ведет себя достаточно странно. Вот. Она забрала мой товар, который я хотел купить с кассы. И убежала куда-то, закрыла дверь, мне чуть руку не прищемило. Я попросил еще сотрудника его позвать. Она начинала орать, там, закрой дверь, чтобы не пускать ни меня, и сама закрылась там. Вот. Хотелось бы, чтобы Павел Владимирович меня зовут. Павел Владимирович, вот вы сейчас как раз в магазине. Да, я сейчас как раз в магазине. Я сейчас вашу приму. Да, давайте. Просто вы можете сейчас, смотрите, есть уголок защиты прав потребителей, да, стойка там идет. Там есть телефон супервайзера. Поднайдите, пожалуйста, его. Он конкретно занимается данным магазином. Это вот Оксана, да, получается? Да. Ну, там супервайзер Оксана, да, написано? Да. Просто каждый магазин, я не знаю, именно кто там, в каждом магазине есть свой супервайзер. Наберите сейчас номер телефона ее, объясните всю ситуацию, потому что она напрямую сейчас свяжется с директором. Я-то ваше сейчас обращение запишу, отправлю данный магазин, но он будет рассматриваться в течение пяти дней. Супервайзер рассмотрит сразу сейчас на месте. Да, хорошо, давайте. Чуть не... А почему это такие действия у замдиректора вызвали? Ну, я не знаю, возможно, это какое-то психическое расстройство, там, не знаю, там, какие-то резкие перепады настроения, плохая погода, я не знаю. Это вы у него спросите, это ваше саду. Нет, ну вы в каком-то вопросу к нему обратились, что-то произошло, я уже не просто так у вас вырвал пакет и убежал. Я не знаю, что и какие мотивы его действия. Да, ну ладно. Прошито вообще к нему нет? А там ответ на заявление есть? Нет, отвечает. Нет, ответов на заявление. В печати нет, не прошито. Вот печать какая-то. Нет, она должна быть прошить, что есть печать. Ну, понятно, что должна быть прошить. Так, абонент не абонент. Можно вашего этого? Кто старший? Ну, старший только, что у меня чуть руку не прищемил. Старший. Что, она выйдет, нет? Нет, нет. Ну вот, а подаду. Здесь должна быть прошито. Пропечатано. Так она выйдет, нет? Она сказала дверь закрыть. И все. А что надо еще? Она мой товар унесла? Я его хочу купить. Она его куда-то унесла? А, нет. Она его просто куда-то унесла. Она будет такой же возьми, если свежий. Ну, я хочу тот. Или на тот, но я не знаю. Ну, хотя бы просто, чтобы она вышла. Для начала. Там стоял же дверь. Надо было постучаться. Я стучался. Вот человек ей сказал. Она сказала, дверь закрыть. Я слышал. Ему в ответ. Ну, вы искаете, что я жду еще 2 минуты и вызываю полицию просто сюда? И все. Если это надо, то как бы... Вы передадите? Да, я передаду. Если честно. Сейчас стоим, ждем. Тут книга отзывов и предложений не прошита, не пронумерована вообще. Там хоть один ответ на отзывы есть? Мне кажется, нет. Вули с позором. Вули с позором, да? Какая-то Елена. У нас выберется Комсомольский проспект, дом 5. Слова нам. Что? Елена, это у нас не Елена ли была? А, Елена, она же сказала, послова нам. Вот как. Вот как себя ведет у нас замдиректора. Исаева Елена. Вау. Неужели, что там? Это нормально? Я думаю, нет. Ну-то нет, едем. Проведена беседа. А, то есть она будет на три буквы людей посылать, а с ней будет проводиться беседа. Нормально. Здравствуйте. А вот кто у вас там сменщится? Исаева Елена, насколько я понимаю, да? Ну, там директора. Вот она, кроме того, как людей на три буквы, судя по всему, посылает, она вот мне чуть руку не прищемила, убежала с моим товаром туда. Почему у вас книга не прошита, не пронумерована? Да, это вот вопрос о выгружении на вознике, да. Не пронумерована, ничего не стоит. Здесь не прошита, печать должна стоять вот здесь. Здесь в конце прошита, и должна печать стоять. Почему она вот нет? Это какой-то важневник вы ведете? Да нет, почему же, потому что она у меня должна быть печать. Ну, а что вам мешает вырвать страницу? Она по закону должна быть прошита и пронумерована. Она не прошита даже, не пронумерована. А как должна она просчитать? Ну, ниточкой, иголочкой. В смысле, вот как я вот так вот сделаю? Ну, как, видимо, прошивали люди, да, в остальных магазинах книги, там просверливают, я не знаю, как. Это уже, наверное, наверное, это уже ваше как-то. Пронумерована, а чего? Сделаем. Когда сделать? Сегодня. Ну, дальше, что это за штрафа? Да ладно, там три сотки за просрочку. А что? Так, во-первых, мы купили у вас просрочку. Но это уже нам отдали, ладно, одну единицу. Две единицы вот этих. Еще две единицы у нас забрали, отняли на кассе, вот буквально вырвали и убежали. Я, соответственно, пошел за ней. Она скрылась в служебном помещении. Я, соответственно, приоткрыл дверку, позвал ее туда. И она мне чуть не прищемила руку, захлопнув дверь. Я попросил молодого человека, который вот тут ходит, не знаю, сотрудник, он не сотрудник, ну, видимо, сотрудник, судя по всему, что-то там тыкает этими сканерами. Так, вы пробили вот эти, да, две штуки? Да. Но это ладно, это боксинг. Это нам вернули, да. Дальше. Она убежала в свое помещение вместе с моим товаром. Это как вообще воспринимать? Товар вы пробили? Нет. Я хотел пробить. Это просто что за поведение такое? Руку мне, я говорю, осторожно, рука моя тут, она дверь захлопывает. Это чудом, что вообще у меня вред здоровью не нанесли мне. Что за дела такие? Это нормально вообще? Не, ну кроме того, что она вот, да, как проведем беседу, да, это я уже там читал. Вам не кажется то, что бесед слишком много? Что она дальше? Ты кого-нибудь убьет или что там? Ну что? Ну я вижу, что она душка, лапочка и вообще миролюбивый человек, но как бы... Ну что, подождите, что еще дальше? Что дальше? Я, во-первых, хочу купить товар, который я хотел купить. Нет, давайте вы не будете его покупать. Вот. Почему? Зачем? Она же просрочена. Да ладно, штрафом больше. Вот уже за это, за то, что вот человек купил. Вот человек чисто случайно купил просрочку. Уже банка за это может? Да. Где же бесплатно? Ну это же 300 тысяч штрафа, правильно? 300 тысяч. Да ладно, заплатим 300 тысяч. Вы что ли заплачите-то? Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Я не помню уже, какой там хотелось быть. Хотя я вам покажу сейчас. А я там не знаю. А, она все-таки вам показала, да? Да. А вы, как я понял, директор магазина у нас, да? Вот вам не кажется, что как-то... Ладно, просрочка, ладно. Нет, там вот топы. Такой, да? Такой. Вот не, не такой, не такой. Один такой был, да. А один тот. Да, 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 да. Вот это мясо. Вот такой, да? Да. Свежий, хотя бы. До 22-го. Вы позвонили в горячей? Да. Еще раз. Зарегистрировали жалобы? Зарегистрировали жалобы вот на нее. Отмените, пожалуйста. Вы извиняйтесь за нее? Приносите извинения? Извиняйтесь, отменить, позвоните, отменить. Как я могу позвонить, отменить? Скажи, решили про то. Что решили? Нет, я про просрочку ничего не говорил. Я говорил про то, что она взяла и убежала. Ну, что нужно-то? Что мне нужно? Мне нужно себя так уволить, да, уволить. Если вы считаете нужно, уволить. Вы директор магазина. Я, если дальше это повторюсь, она... Да как повториться? Она людей на три буквы посылает. Ну, что такое? Ничего такого. Они же бывают и люди. Ну, бывают. Я с ней вообще... Ну, вы думаете, я что-ли не в тренингом состоянии? Нет, ну, я вам ничего не знаю. Я же ей вообще не хамил, не грубил, ничего. Что она испугалась? То, что она пропустила. То, что она испугалась, то чего бояться? То, что ее поругают. Ну, надо было извиниться, принести извинения, там... Ну, даже не принести извинения, а просто нормально себя вести. Да, вообще-то нужно принести извинения, да, свежий товар. То, что нашли, да? Спасибо, что нашли. Ну, пропустили, там, не знаю почему-то. Почему это? Я их писала, объясните. Это за пять минут четыре товара. Мясо, которым можно реально отравиться. Да, да. Я ничего не понимаю. Вот. Так что давайте как меры примите. Мы придем, проверим вас. Еще раз. Я не могу ее отменить, они зарегистрированы. Уже все равно стоит заявление в полицию. Что? Или что, отменить? Нет, еще две минуты, я бы вызвал полицию, если честно. Что они делают? Да потому, что это ненормально. Ну, закрывать передо мной дверь, еще чуть-чуть, и она бы мне руку-то прищемила. Вот. Я не знаю, какая она, адекватная, неадекватная. Это то, что жалобу нужно отменить. Я все равно буду вам звонить, меня заставить с вами. Ну, позвоните. Ничего страшного. У меня, что мы с вами разговаривали, опять будут дозвонить, потом вы будете опять. Вот вы руководству своему объясните, что человек там, я не знаю, что с ней там, резкое психическое расстройство, не знаю, что с ней было, если честно. Вот они меня спрашивали, почему, а я не знаю. Вот. Вы, наверное, как директор магазина с ней разберетесь. А руководство потом с вас спросит, какие меры вы приняли. И, соответственно, я узнаю, какие меры вы приняли правильно. Потому что вот это вот, ну, то, что... Ладно бы я с вами в первый раз была, а вот то, что мне человек случайно книгу показал, да? Как она там людей на три буквы уже посылала, и вы уже проводили с ней беседу. Ну, вот откройте, я вам показываю. Вот. Три буквы он не может посылать? Как? Ну, человек, что, врёшь? Вот. Это, наверное, он написал, что? Ну, вот. Смотрите. Исаева, Елена. Ну, вот так вот, когда пишет человек, это сам он. Почему? А если она реально так сказала, то как ещё написать? Ну, если даже так сказали, вот... Ну, это ненормально было. Почему? Я даже вот... Она виновата. И вот этот вот покупатель мне вообще, он неадекватный. Вот этот, кто написал. Ну, я не знаю, адекватный, неадекватный. Но вот эту жалобу я вообще... Ну, ладно, смотрите, ладно, ваш ответ. А вы уже ответили. Нет, это он написал дальше. Нет, это ладно. Вот. Для пометок присылать. С Исаевой Еленой проведена беседа. А почему вы тогда проведили беседу, если она так не делала? Подожди, а причём она не делала на самом деле. Мужчина был с маленьким ребёнком и вот такой вот начал говорить. Из-за того, что цена не совпадала, он неправильно посмотрел. С ним была жена, ребёнок. И вот с такими нецензурными выражениями он вообще обзывался на весь магазин. Он ничего не сказал. А почему он на неё тогда написал что-нибудь? Просто так, чтобы жалобы бывали. За жалобами же люди, чтобы было что-то написать. Вот почти из-за меня тут расписался везде. Ну вот телефон его, кстати, да. А давайте позвоним ему на телефон, узнаем. Да он ненормальный. Я вам скажу. Так. А сейчас он вам ещё, как он постоянно ходит, говорит. А вы с него уволили ещё? Это он про вас так говорит? Нет, это про... Мы обязательно позвоним ему на телефон. По 19.05.18. Смотри, а он что-то думать и скажет. Не знаю. Скажет своё ответа. А у вас тут камера есть? По камере вы разными смотрели? Или они звук не пишут? По камере они звук не пишут. Жалко. Жалко. Потому что была покупательница, она тоже заступила за мной. Почему вы так себе ведете? Нужно было, если цена не совпадает, по какой цене, если там дам правильный ценник. Мы пробегаем по ценнику, у нас есть такая возможность, что это или разные слова даются. Это вообще не обсуждается, это всё не возвращается. Бывает, что ценники резко поменялись, например, на тысячу штуки, да? А людей не хватает быстро там. Сюда бегают, на газ, туда бегают, и меняются. Ну, что-то пропускается. Я понимаю, у вас сложная работа. Это сложно следить за целым магазином. У вас тут, кстати, не так много просрочки, по крайней мере, из мясного. Ну, хотя, вот, это достаточно тревожный сигнал, если в мясе такое. Да, особенно, она уже два раза прошла, да, почему я не знаю. Вот. Сама прослежу, честно сказать, я вот сегодня не прошла по этому. Они считают, что другой у меня замок. Очень ответственно смотрят. Вообще, это не важно. Ладно, смотрите, если уж на человека постоянно поступают жалобы, то, я думаю, вам, как директору магазина, стоит задуматься. Вот, вы прекрасно отзывчивый человек, судя по общению с вами, да? Ну, я думаю, то, что, если уж постоянно вас позорит этот человек, то пора принять какие-то кадровые решения. Но это, я думаю, вы сами уже разберетесь. Вот. Больше, я надеюсь, по этому поводу мы с вами не встретимся, да? Да. Да, всего доброго вам. Вы отмините, пожалуйста. Я не могу ее отменить. Что сделано, то сделано. Она же не может отменить то, что она у меня чуть руку не прищет. Ну, правильно? Нет, ну она будет. Я сейчас опять, мне надо будет позвониться. Все равно. Ну, позвоните. Пообщаемся. Мы руководство сказали. Извиняй или нет. Принесите, извинили, то, что жало благо. Я тогда вам вечером еще раз позвоню. Ну, позвоните. Ну, потом отмените. Позвоните, позвоните. А я уже подумаю. Хорошо, ладно. Всего доброго. До свидания. Директор магазина Анфиса Магатайина. Директор пациента. Ну, директор магазина. Вот. Она намного адекватнее, чем эта. Извинилась за нее. Так, приносим свои извинения. Зам. директору объявлен выговор. Субтитры подогнал «Симон»!